Оказывается, либеральные элиты превращают в геев ваших детей. Вот шокирующий отчет от Daily Mail. Каждый четвертый старшеклассник считает себя геем, бисексуалом или сомневается в своей сексуальности. В 2015 году таких школьников было в два раза меньше. Когда я была в школе, нам говорили, что около 1-2% населения относили себя к ЛГБТ. Однако сегодня, если вы включите телевизор, прогуляетесь по студенческому городку, послушаете политические дискуссии, вы заметите, что относящих себя к ЛГБТ определенно больше, чем 1-2%. Если вы живете, скажем, в Сан-Франциско, вам простительно считать участниками ЛГБТ в той или иной форме буквально всех вокруг. Согласно этому отчету, CDC дело не в вас, вам не мерещится. Число людей, относящих себя к ЛГБТ, выросло в разы, особенно среди молодежи. Отчет Центра по контролю заболеваний выявил, что только 75% людей от 14 до 18 считают себя гетеросексуалами в 2021 году. Остальные бисексуалы – 12%, геи или лесбиянки – 3,2%, другое – 3,9% и сомневающиеся – 5,2%. Доля студентов, не считающих себя натуралами, увеличилась более чем вдвое – с 11% в 2015 до 24% в 2021. Что происходит? Почему сейчас старшеклассники намного гомосексуальнее, чем несколько лет назад? Ну, левые активисты, конечно, будут отрицать наличие груминга или промывания мозгов. Нет, нет, просто детям более комфортно раскрывать свою истинную идентичность, так как общество стало более толерантным к ЛГБТ. И статья включает эту теорию. Эксперты говорят, что рост альтернативной сексуальности среди детей можно частично объяснить возросшим принятием. Доктор Молли Блэкберн, который изучает сексуальность в университете Огайо, говорит, это возросшее принятие со стороны родителей и общества. Принятие создает контекст, в котором ребенок с большим желанием скажет, что он гей. Она также проясняет, что число лесбиянок и геев не изменилось за последние годы, просто молодые люди более охотно признают это. Итак, согласны ей, нет, геев не стало больше. Молодые люди всегда были геями, просто им более комфортно признать это. По-моему, это полная чушь по нескольким причинам. Почему я сомневаюсь, что причина такой разницы в цифрах просто в принятии? Ну, как объясняет эта же статья, показатели альтернативной сексуальности среди школьников гораздо выше, чем у взрослых, среди которых только 7% геи или бисексуалы. Итак, если общество в целом все больше принимает ЛГБТ, включая родители этих детей, тогда почему среди старших поколений нет такого же взрывного роста ЛГБТ-идентичности? Что бы ни творилось с поколениями Z, другие исследования говорят о том, что у показателя ЛГБТ-идентичности среди старших поколений, даже среди миллениалов, поколений X, бэби-бумеров, такого же взрывного роста, нет. Напротив, показатели чертовски стабильны. Я также сомневаюсь в объяснении. О, просто мы стали более толерантными, потому что в других западных странах не наблюдается тот же феномен. Включая такую страну, как Великобритания, едва ли менее толерантную, чем Америка. В статье говорится, что в Великобритании только 8% людей от 16 до 24 лет относят себя к ЛГБТ. Черт возьми! Мне всегда говорили, что Европа гораздо более прогрессивная, толерантная и открытое место. Но тогда почему они не гомосексуальны Америки? Или почему геи, которые живут там, не раскрывают свою истинную идентичность с большей охотой? В этом просто нет смысла. Я думаю, причиной этого роста ЛГБТ является простая идеологическая обработка. Обработка в общественных школах, в поп-культуре. И если вы включите Netflix, вы увидите того или иного ЛГБТ-персонажа. И это то, что ежедневно потребляют дети. В любом школьном классе в Америке, судя по ТикТоку, можно увидеть учителя с синими волосами, который говорит о своей пансексуальности. Конечно, это повлияет на молодых людей и на то, как они видят сексуальность. И, кстати, об этом не принято говорить, но я скажу. Рост ЛГБТ-идентичности среди молодежи – объективно плохая вещь. Дело не в том, что я гомофоб. Я просто беспокоюсь о душевном здоровье детей. Согласно Daily Mail, дети, относящие себя к ЛГБТ, намного больше подвержены серьезным психическим расстройствам. Более половины старшеклассниц, относящих себя к бисексуалам, всерьез задумывались о самоубийстве. Сравните это с 20% гетеросексуальных старшеклассниц. 26% бисексуальных школьниц пытались совершить самоубийство. И чтобы объяснить происходящее, тот же доктор, который объясняет большее количество геев большим принятием, она же говорит, что эти показатели так высоки, потому что у бисексуальных студентов есть проблемы со сверстниками. Они могут быть отвергнуты как натуралами, так и лесбиянками. Среди лесбиянок таких школьниц 15%, среди натуралов 8%. Эти люди никогда не делают паузу, чтобы послушать себя. Одновременно нам говорят, что сейчас больше бисексуальных студентов, потому что общество более толерантное, им комфортнее открываться. Но в то же время эти же бисексуальные студенты, которые не были такими 5 лет назад, более склонны к попытке суицида, потому что чувствуют себя отверженными. Так где правда? Давайте рассуждать рационально. ЛГБТ-студенты более склонны причинять себе вред, и так же, как сейчас больше ЛГБТ-студентов, чем раньше. Это значит, что студенты более склонны причинить себе вред, чем раньше. Об этом говорит дедуктивное мышление, и согласно этой статье это правда. В 2021 году 10% американских старшеклассников пытались убить себя за прошедшие 12 месяцев по сравнению с 8% в 2019. И сообщается, что около трети старшеклассников пожаловались на слабое психическое здоровье. Больше всего страдают девушки с показателем 40% в этом году. Кстати, девушки чаще других относят себя к ЛГБТ. Это кризис психического здоровья среди молодежи. И да, это абсолютно связано с тем, что школы и поп-культура пытаются запутать детей относительно их сексуальности. Это не способствует хорошему психическому здоровью. Вместо того, чтобы заниматься этой проблемой и продвигать здоровый образ жизни и структуру семьи, а не пытаться запутать детей, эти активисты летят на всех порах, пытаясь подорвать гетеронормативность, структуру семьи, в погоне за своими идеологическими целями, абсолютно не беспокоясь о вреде для детей. Это отвратительно и печально. Это одна из многих причин, по которым родители должны интересоваться тем, что дети учат в школе и что они потребляют онлайн. Не думайте, что левые не пытаются запустить свои когти в ваших детей. На сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь ссылкой и подпишитесь.